Господин Галямов, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Спасибо большое. Сразу начну с информации. Пограничники Беларуси приступили к усиленной охране государственной границы, заявил Лукашенко. Цитата. Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО, как наши, так и российские. Цитата. Лукашенко заявил, что на позиции также вывели ракетные системы «Искандер» и системы залпового огня «Полонез». Также Лукашенко добавил, что никаких красных линий не будет, а в случае атаки на Беларусь он не исключает, цитата, «удар всеми видами вооружений по заданной цели». Что вы думаете по поводу этого заявления Александра Крихоровича? «Искандер» Василий, я не слышал, а он кого называет, кто на него нападать-то собирается? Ну, знаете, в прошлый раз тоже он как карты же обещал показать, четыре направления, откуда готовилось наступление. Скорее всего, но это продолжение, вторая часть. Ну, тогда это все, знаете, такой вот комический характер носит. А вот, знаете, комично-комично, но в прошлый раз он оправдывал это российское наступление с территории Беларуси? Не, ну, оправдывал, но сам не участвовал. То есть, вот он с Путиным нашел компромисс, что нет, давайте, дорогой друг Владимир, я, так сказать, сам в этом участвовать не буду. Ну, ладно, вот на полдороги сторговались, так сказать, ладно, территорию мою используй, черт с тобой. Вот, поэтому, ну, мне кажется, когда ты так вот серьезно, что называется, по-мужски играешь уже, когда за словами может последовать реальное дело, ну, ты должен как-то вот вести себя не так по-клоунски, а то, знаете, как-то вот, ну, выглядит это смешно, там, кое-кто где-то там у нас порой честно жить не хочет, знаете, вот, мы там нанесем удар, ну, то есть, как бы, вот, понимаете, есть вопиющее несоответствие между такой решительным таким настроем, мужественным, да, и боязнью назвать врага. Да? Ну, то есть, я такой вот решительный, что, так сказать, по зубам получите, там, отлетите в дальний угол, но вас называть не буду. Ну, как-то вот, не знаю, несерьезно это все. Поэтому я думаю, что это просто его форма уважения по отношению к Путину. То есть, каждый раз, когда ему что-то от Путина надо, а ему от Путина надо что-то регулярное, потому что он, в принципе, ну, такой, знаете, прям, хорошо устроился, значит, значит, ну, просто доит Путина, и все. И каждый раз, когда ему очередной транш денежный нужен, вот, ну, может быть, еще что-то, не только деньги, да, там, вот, видите, ядерное оружие себе заполучил. Значит, ну, тогда он, вот, делает какой-то шаг в сторону, ну, делает то, что выгодно Путину. Очевидно, что Путину эта история выгодна. Да, украинцы не могут себе позволить, так сказать, расслабиться в этом, вот, на белорусском направлении. Они вынуждены там держать какие-то части, да, которые очень бы даже пригодились, если бы их оттуда снять и перебросить куда-нибудь в Донбасс, например, да. Но Украина не может себе это позволить, потому что, видите, вот, бать вот такие вещи делает. То есть, в принципе, ну, он, Путину таким образом помогает, получая что-то взамен. Я думаю, что, ну, судя по тому, что, вот, ничего принципиально нового не произошло, то есть, если бы он врага назвал, да, ну, тогда уже интереснее было бы. А так вот, ну, то есть, он просто подыгрывает Путину. Дорогой Владимир Владимирович, смотри, я все, что могу для тебя делать, видишь, делаю, да. Я это как-то так воспринимаю. Заявление Лукашенко было сделано до встречи в ШОС в Казахстане. То есть, вот это, следуя той логике, которую вы говорили, вот, дорогой Владимир Владимирович, вот все для тебя, рассветы и закаты, вот теперь, значит, меня в ШОС возьмите полноценно. Я тут вам готов все, все, что выше сказал, да, предложить. По поводу ШОС мы поговорим еще чуть позже. Я хотел бы затронуть тему визита Виктора Орвана в Киев, премьер-министр Венгрии. Значит, он в разговоре, он сказал, что президент Зеленский в разговоре в Киеве отверг предложенное им перемирие Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта и выразил сомнения в логике этого плана. И тут интересно, сам факт визита, мне он показался, я бы хотел вас вот с такой политтехнологической точки зрения его разобрать, мне кажется, он показателен. Поскольку ничего нового в Киев Орбан не привез, кроме... Самого себя. Кроме самого себя, да, что неожиданно, вот ничего себе, такой весь про Россию, про путинский Орбан, да в Киеве тут с Зеленским руки жмет, что-то о чем-то договаривается, и даже не сильно-то и предлагает вот этот российский условный мирный план с замораживанием и так далее. Но встреча заканчивается, и Орбан выходит и дает интервью журналисту, которого он привез с собой. То есть есть специально заготовленный человек, который привезен с собой. Значит, о нем даже отдельно указывается, что венгерская сторона включила в делегацию Роджера Кеппеля, главного редактора, издателя и ключевого автора швейцарского сайта, еженедельника. Значит, это не очень большой сайт такой, однако Орбан уже несколько раз давал ему интервью, пишут СМИ, Кеппель говорит, что Орбан лично пригласил его поехать в Киев. Ранее этот самый Кеппель не раз был гостем немецкоязычной редакции российского вещателя Russia Today, пока его не закрыли. А в 2023 году этот самый Кеппель ездил в Россию в 2023, где взял интервью у Соловьева и у той самой Львовой Беловой, которая также, как и Путин, значит, выписан ордер МУС. И в своем издании пишут, что он системно защищает Путина. То есть, получается, Орбан приезжает с неким свитком, дает его Зеленскому. Зеленский говорит, нет, нам это не подходит. Орбан выходит и говорит, смотрите, вот я привез ему мирный план. Он сказал, них дает специально привезенному журналисту интервью на эту тему. Что вы думаете, накрутил я конспирологию, или видите вы в этом некий политтехнологический ход, поскольку российские СМИ после этого разродились заголовками вот такого характера. «Зеленский отказался думать о прекращении огня», «Зеленский отказался рассматривать возможность договоренности о прекращении огня», и даже были заголовки «Вали в свою Венгрию», «Зеленский отказался от…» В общем, в зависимости от градуса сайта были заголовки. Что вы думаете? Да, ради этого все и делалось. Точно так же, как Путин выкатил свои предложения в канон швейцарского саммита, вот ровно та же самая технология, поставить Зеленского в позицию человека, который отвергает мирный план. Не который предлагает мирный план. То есть Зеленский ехал в Свейцарию с тем, чтобы там все обсуждали его мирный план. Вот у Зеленского есть план мира, люди это слышат, он в их глазах выглядит, так сказать, миротворцем, который ему вынужден обороняться. А когда Зеленский отвергает чужие мирные планы, то ли Путина в Свейцарии, то ли Орбана в данном случае, ну он выглядит уже таким ястребом неадекватным, который хочет воевать. Да, понимаете? Вот ради этого, конечно же, все и делается, ради создания вот этого ощущения. То есть многие же люди, условно, это точно больше половины, политику воспринимают достаточно поверхностно, но не очень копаясь в ней. И они вот прямо на уровне заголовок, так сказать. То есть у них вот эти заголовки в голове отпечатываются. Если там сто раз организовать вот такие вещи, что Зеленский отверг мирный план того-то, 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 ну в конце концов и сложится ощущение, что Зеленский вот такой вот негодяй. Да, это работа на западную аудиторию в первую очередь, значит, призванная дискредитировать Зеленского. Наверное, я не прав, когда говорю в первую очередь. Это одновременно и работа на российскую аудиторию. Это тоже не менее важная составляющая у этого. Составная часть у этого всего есть. То есть российская аудитория, дело в том, что она хочет воевать все меньше. И крайне важно сейчас Путину выглядеть вот человеком, который воюет вынужденно, так сказать. Не то, что я хочу этого, да. Вот это, так сказать, я бы рад хоть завтра, видите, там я с мирным планом выхожу, значит. Мои союзники выходят с мирным планом, если Зеленскому там мой мирный план не нравится, там вот вам бенгерский план, опять отвергли. Тот факт, что, значит, они начинают использовать технологию, которую раньше они не использовали, если говорить об этом применительно к российской аудитории, то это говорит как раз о реальном состоянии общественного мнения. То есть выглядеть человеком, который, чей мирный план отвергается, сейчас Кремль считает, Путин считает более выгодным в глазах российской аудитории, чем выглядеть человеком, чей мирный план, человеком, который, ну, вот там агрессор, да. То есть выглядеть миротворцем сейчас с точки зрения российского общественного мнения выгоднее, чем выглядеть агрессором, понимаете? Ну, опять же, ну, это заявление, это чистая манипуляция и популизм. Ну, да. Ну, как бы в политике, к сожалению, популизм часто используется и часто работает. Вот. Ну, то есть это, в принципе, обман на аудитории. То есть, безусловно, Путин агрессор. Это что уж говорить-то. Вот. Но для значительной части аудитории это не так очевидно. И манипулируя, значит, заголовками, можно попытаться вот создать ощущение, что да нет, какой же он агрессор. Он постоянно с мирными планами вылезает, так сказать. А Зеленский, наоборот, эти мирные планы постоянно отвергает. Кошмар. Идем дальше. Спасибо большое за разъяснение. Идем дальше. Не-не-не, смотрите, Василий, давайте так. Я не хочу, чтобы у вас и у аудитории сложилось ощущение, что это путь к успеху обязательно. Конечно, нет. Это просто, ну, это в политике так бывает. В некоторых случаях это работает. Но в данном случае это не изменит стратегически. Вот стратегически Путин идет к поражению. И вот эти ухищрения, они не способны радикально изменить ситуацию и сделать из стороны, которая идет к поражению, сторону, которая победит. Понимаете? Это вот эти политтехнологические пиаровские штучки, ну, они только до какой-то степени способны спасти ситуацию. Но поскольку стратегически Путин не на уровне политтехнологическом, а на уровне политики, как вот сферы человеческой жизнедеятельности, там, где ты принимаешь политические значимые решения. Понимаете? Это более глубинный уровень, чем вот уровень простых политтехнологий. Вот. И вот поскольку на этом глубинном политическом уровне Путин принимает, принял роковое и неправильное решение начать войну за территорией в 21 веке в Европе, да, то это в конце концов загонит его в тупик. И спасти ситуацию с помощью такой игры заголовками, ну, это пытаться спасти ситуацию таким образом, это примерно то же самое, что пытаться с помощью, знаете, макияжа, там, марафета, значит, вылечить человека больного раком. Ну, то есть до какой-то степени ты можешь замаскировать, так сказать, что он болен, да, то есть он может выглядеть чуть лучше до какого-то момента благодаря вот этим ухищрениям. Но систему ты его не вылечишь, понимаете? Да, да. Спасибо большое, идем дальше. Про ШОС я уже анонсировал. Маленькая деталь в самом начале, вот насколько протокол ли тут играет, поскольку Си Цзиньпиня Такаев встречал лично в аэропорту. Казахстан принимает ШОС в этом году, а вот Путина встретил в аэропорту премьер-министр Казахстана, Алжас Бекдемов. Как думаете, тут надо придать этому значение? И придал ли этому значение Путин? Ну, вообще, да, интересно. То есть, значит, прилетел Си Цзиньпинь, его встретил лично президент. Да. Прилетел Путин, его встретил премьер. Не, ну, конечно, это уже не спишешь на, там, детский протокол такой. Это уже решение, да. То есть, либо ты должен, значит, ну, я сейчас говорю от имени президента Казахстана, либо ты должен обоих встречать, ну, либо обоих должен там премьер встречать. Ну, то есть, демонстративно равенство сторон должно быть, да. Ну, то есть, и тот, и тот глава государства, да. Почему одного глава государства ты принимаешь на более высоком уровне, а другого на более низком? На Востоке, вот, понимаете, на Западе, который не очень зациклен на этих церемониях, ну, в гораздо меньшей эскипи не зациклен. Там тоже протокол есть, там, особенно вот дипломатический, это тоже ригидная вещь такая достаточно. Но, тем не менее, это там не имеет такого значения, как вот на Востоке. А вот Восток как раз, это там церемониал, это вообще все. И, конечно, ну, я не знаю, почему Казахстан решил, то ли они решили вот прямо очень глубокий реверанс к Китаю сделать, то ли демонстративно, так сказать, щелчок по носу Путина. Ну, на самом деле, и то, и другое, и то объяснение для Путина, конечно, неприятно. Как видится вам эта встреча, ну, вот, саммит ШОС в этом году, как такая альтернатива? Вот если представить себе, есть G7, да, большая семерка, или вот саммит, который был в Швейцарии, саммит мира. Вот чему больше вот зеркальная встреча в Казахстане ШОС? Честно говоря, я не знаю, Василий. Я, я прошу прощения, я же не являюсь международником, да. То есть, какие-то, ну, какое-то мнение по ситуации на международной арене, то есть, какие-то внешнепрактические события, оно, конечно, у меня есть. Но тот вопрос, который задаете, он слишком сложный. Я не вижу вот этой параллели, и, может быть, ее нет. Ну, ШОС теоретически может быть своя собственная повестка, понимаете. Значит, ну, там у них идет много внутренних каких-то своих процессов, и вовсе не обязательно это может быть связано там с Швейцарской конференцией, понимаете. Ну, то есть, понятно, что для Украины и для России вопрос войны, ну, это ключевой, да, потому что они воюют. А для всех остальных это, ну, один из многих вопросов. Я не знаю, как там в странах ШОС, на каком месте эта проблема стоит. Значит, я вот, ну, точно не на первом. Я только что смотрел во Франции, там, в связи с выборами местную социологию, да, и в том числе список проблем, которые волновали избирателей. Так там проблема войны, она не входит даже в десятку топовую. На первом месте стоит и проблема миграции, там ее назвали, что-то чуть больше 35, если не боюсь, ну, между 35 и 40, там, чуть меньше 40 процентами избирателей. А войну, украинскую войну, российскую, украинскую войну назвали в качестве тех тем, которые их волнуют в связи с предстоящими выборами, значит, 12 процентов французов. Вот, поэтому, ну, я думаю, что французов в среднем, эта тема волнует гораздо больше, чем она китайцев и другие страны ШОС, дальневосточные страны, понимаете? Поэтому, тут, наверное, боюсь, что я просто вот все, что могу сказать, это такие общие рассуждения могу дать, да? Но конкретно за повесткой ШОС я не слежу, я, повторюсь, мне международный. Окей, окей, принимается. Уважаемые зрители, я знаю, у нас много зрителей из Казахстана, но я хочу попросить в комментариях написать, что пишут местные СМИ, как проходит вот эта встреча ШОС. Может, какие-то там есть интересные еще детали, о которых мы не знаем, но внутри Казахстана, может быть, об этом пишут. Телеграм-каналы какие-то местные. А российской повестке немножко спрошу. Она, может, не столь, не знаю, международно значима, но, как по мне, тоже интересно, симптоматично. На круглом столе, прошедшем 1 июля в Госдуме, депутаты, священники и государственные пропагандисты обсуждали возможности противодействия распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России. К сатанистам, значит, добавили участников, участники дискуссии отнесли также ЛГБТ, сторонников Child Free, защитников прав женщин на аборт, участников подразделения ВСУ АЗОВ и даже в разговоре упоминали Чебурашку, чем Чебурашка угодил, не знаю, то ли на какой-то тоже похож символ сатанинский. Вот, но не суть. Но в этом, конечно, есть даже фрагменты видео, публиковали в Телеграм-канале, нуднейшее мероприятие, там какой-то генерал главенствует, с бумажки читает, мямлит, сам такое ощущение, что не понимает, что читает. Ну, в общем, вот что это за показательная какая-то дурная борьба с сатанизмом, с Чебурашкой, ну, в общем, накидали в этот чан все, что могли. Вот я не знаю, что сюда забыли добавить. По-моему, там какой-то видеоролик еще 15 минут показывали, там еще и Киркоров был с этим, с Маргинштерном. В общем, что интересно, те, кто участники присоединились онлайн, этот 15-минутный ролик не увидели. Правда, это технические сложности, но так, об организации. Что это за странные... На самом деле, Василий, это прямо вот такие вещи, вот этот дискурс, которые они пытаются навязать российскому обществу, это лучший подарок всем врагам путинского режима, украинцам, американцам, российским либералам, просто потому что эти вещи, они безумно разрушают, собственно говоря, и самих россиян. То есть россияне, они могут еще, знаете, ну там, сказать, ну да, там НАТО, значит, украинцы, там, так сказать, 8 лет бомбили Донбасс, поэтому давайте, значит, там, типа, бороться со всем этим. Вот. Но когда государство начинает лезть к ним в постель, объясняя, с кем можно спать, с кем нельзя спать, типа, борьба с ЛГБТ, лезут в постель, объясняя, что нельзя, там, вот, без детей, ну это же прям в личную жизнь влезают, там, child free, так сказать, это плохо, с этим надо бороться, они начинают раздражать подавляющее большинство населения, то есть молодежь вообще практически всю, но даже и пожилых людей уже. Вот. То есть они резко уменьшают вот ту группу, которой они симпатичны, благодаря таким вещам. А остановиться они не могут, да, потому что, пытаясь объяснить, там, почему мы воюем, значит, ну Путин же не может сказать правду, потому что иначе я потеряю власть в стране, да, мне нужен внешний враг для того, чтобы консолидировать, так сказать, нацию. Вот. Потому что иначе объяснить россиянам, почему я должен править вечно во главе этой клики коррупционеров, автократов, так сказать, да, ну нельзя. А так можно объяснить. Вот. Ну как же враги вокруг, так сказать, я патриот, я защищаю родину, там, враги, да. Но он же не может им объяснить реальную мотивацию свою, да. Ему надо объяснить причину его вражды с Западом, значит, ну каким-то, с помощью каких-то других мотивов. И поэтому, вместо того, чтобы сказать, что Запад меня критикует в ущемлении демократии, поэтому я сопротивляюсь Западу, значит, он говорит, а потому что на Западе там попирают традиционные ценности. Соответственно, он сам ставит тему традиционных ценностей в повестку. А дальше уже прям как у Губермана, возглавляя нации и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Вот он идею, значит, традиционных ценностей вбросил, пропаганда ее вбросил, а дальше начинают всякие вот охлобыстины там и прочее, отребия, они начинают эту тему там крутить, вот как они ее себе представляют. А они же все патриоты, а ему надо изображать гражданское общество, ему же надо показать, что не просто я там самодушным занимаюсь, придумал традиционные ценности, что нет, нация как одна сплотилась и хочет, любит эти традиционные ценности, понимаете? Ему надо их демонстрировать. И вот этих придурки, значит, лезут там, значит, куда попало и во всю Ивановскую, так сказать, несут чушь там, да? Чушь, которая раздражает уже подавляющее большинство россиян. Ну, подавляющее большинство в молодежной среде и большинство, простое большинство в среднем, по остальным возрастным группам. И это прям очень хорошая новость. Ну, то есть, чем больше они вот вакханалию там, значит, организуют, чем громче визжат по поводу борьбы с child free, тем больше обывателей, они начинают пугать и способствовать отчуждению, значит, режима от народа. Борьба с child free напоминает, мне кажется, следующий шаг – это налог на бездетность. Они уже обсуждают это, да. И это прямо вот россиянам, знаете, вот прямо такая, прямо ударная. То есть, какого черта вы в наш карман лезете, достали уже. Вот только что ведь повысили налоги, значит, только что, благодаря повышению налогов новый виток инфляции начинается сейчас. Вот. То есть, у людей без того ощущения, что они к ним в карман лезут, а тут еще лезут в карманы из-за вот какой-то там вообще ерунды, почему-то решили, что я обязан вам прожать. Вот. Ну, то есть, с точки зрения современного общества, там, где человек сам хозяин себе, не начальник наверху хозяин, а он сам себе хозяин. Вот. Это же, конечно, безумие какое-то. То есть, в рамках вот традиционного социума там ты никто, да? Начальство это все, а ты никто. Там, да, ну, начальство считает, что надо рожать, ну, значит, надо рожать, а значит, начальство имеет право карать рублем за то, что ты не рожаешь. Ну, а сейчас же другое мироощущение. Подавляясь у большинства граждан, Россия, как бы то ни было, она все равно прошла через модернизацию. И, да, при наличии определенного количества так сказать, лакун архаики в общественном сознании нашим. Тем не менее, ну, на базовом уровне это все-таки у общества вполне себе такое модерн. И там у людей нет ощущения, что они начальству чем-то обязаны. Вот, когда начальство влезает, вот когда начальство заправляет большой политикой, ну, как бы это еще там, бог с вами, да, понятно, нас никогда не спрашивали о политике, так сказать, и черт с ним. Поэтому, как бы вот, когда начальство делает политику, а вы внизу живите, как хотите, это нормально с точки зрения россиянина. Но когда государство там делает большую политику, да, еще, кстати, хреново делает, потому что уровень жизни все время снижается, да, еще тут кровь проливать надо на фронте, да, вот, и без того сомнения в том, что начальство адекватное, так сказать, появилось, да, просто даже глядя на политику, а тут оно еще лезет сверху вниз, значит, прямо в мою частную жизнь уже, да, и это прямо реально раздражает, это прямо вот, знаете, ну, у меня обратная связь есть, мне там, читают меня люди и пишут периодически, да, и вот когда молодежь, студенты пишут, я их расспрашиваю, ну, вернее, я всех расспрашиваю, ну, в том числе, вот молодежь прям такая, говорит, что, вот, типа, моих однокурсников там больше всего раздражает именно вот эта борьба с ЛГБТ и прочая вот эта всякая хрень, значит, там война в Украине, ну, мы там, типа, стараемся этой темой избегать, не обсуждаем, вот, но когда вот это, такое происходит, то все возмущаются, прям все на дыбы встают, поэтому в данном случае, ну, чем хуже, тем лучше, чем больше они бессноются с такими глупостями, тем быстрее они приближаются, тем скорее придет их конец. Ну, очень интересную мысль вы натолкнули, вот, если главная запретная тема, которая, помните, как в Гарри Поттере, да, нельзя называть, вот, этого Валендеморта, так и в России главная тема, о которой нельзя говорить, это Украина, потому что даже там листик, война, мир, все, тебя в кутузку, а вроде как есть другие темы, вот, мы видели уже локальные какие-то митинги против там какой-то местной несправедливости, люди выходят, а вот может что-то случиться в российском обществе, что вызовет не касаемо украинской, темы Украины, войны, всего, всей этой темы, в общем, а другие какие-то рычаги, другие какие-то болевые темы, которые могут как-то выступить таким катализатором, что люди, не знаю, выйдут на улицы и дальше уже моделировать можем как угодно, но что может быть этим вот катализатором? Ну, во-первых, обнищение населения, значит, там, условный там, надо вообще, Василий, вот просто отличать, значит, формально, реальные причины и формальные поводы, это далеко не всегда одно и то же, и обычно даже это не совпадает, вот, фундаментальные причины это война, да, еще одна фундаментальная причина это обнищение населения, ухудшение экономической ситуации, вот, ощущение, значит, социальной несправедливости, то есть разрыв в доходах между богатыми и бедными, разрыв между, противоречие между центром и регионами, значит, противоречие между, ну, в национальных республиках между русскими и местными этническими группами, связанными с ощущением, что они нашу этничность подавляют, ну, в частности, отменяют преподавание национальных языков в школах, перевели их из разряда, значит, обязательных к получению в разряд добровольных, то бишь, ну, никто из русских их не учит уже теперь, да и местные тоже многие не учат, вот, и это очень возбуждает местное население, то есть, вот есть ряд фундаментальных причин такого рода, вот в Ашкириках полоснул полгода назад, помните? Есть ряд таких фундаментальных причин, а триггерами могут выступить значит, неудачи на фронте, типа фальсификации выборов, значит, какие-то вот там непопулярные решения в виде там новых налогов, там, да, или там повышение цен резкое, заметное, значит, которое в топ-повестке встанет, какая-то явная несправедливость государства правоохранителей в отношении каких-то, может быть, даже абсолютно частных людей, ну, как в Иране, вот из-за смерти Махсе Амини полоснула, да, она, ну, она же никто была, так сказать, безвестная совершенно куртская девушка, вот, но поскольку ее судьба была воспринята как именно типичная, на ее месте мог оказаться каждый, и время от времени мы все там оказываемся, то это взорвало общество. Или та же самая история была с арабской весной, самосожжение безвестного торговца фруктами Мухаммеда Буазиза, да, полоснуло так, что весь Ближний Восток встал на уши, и какое-то количество арабских режимов, которые правили, казалось, вечно там, Бенали в Тунисе, значит, Мубарак в Египте, они правили там лет по 30 уже, знаете, и вдруг все, значит, там, буквально в одном случае неделю, в другом случае, ну, месяц, там, да, и все рухнуло, вот, началось вот самосожжение торговца фруктами безвестного, опять же, потому что его судьба была воспринята как такая, ну, абсолютно типичная, вот, то есть, на самом деле, поводы могут быть разные, но, что очень важно, вот, обязательные условия, это не просто ощущение несправедливости происходящего, ощущение, что ситуация ухудшается, никаких перспектив не видно, а еще и вот это ощущение, что протест не бесполезен, а оно появляется, ну, то есть, у нас есть шанс, да, потому что, если шансов нет, люди, ну, они будут терпеть вот сколько угодно, да, значит, а вот это ощущение, что не безнадежно, оно появляется в результате, вот, ощущения, что власть слабеет, вот, вот, что-то, да, что, условный, там, Пригожинский мятеж, военные поражения, там, да, это прям лучший такой вот показатель, там, вот, вот, какие-то такие, такие истории, то есть, это, это не какая-то простая линейная вещь, тут несколько вот компонентов есть, они должны совпасть. Что ж, то есть, смотрите, Василий, Василий, надо понимать, что фундаментальные причины, уже они все есть, они уже сложились, да, и на самом деле, время от времени, там, видите, вспыхивает, но, поскольку власть еще не настолько слаба, да, еще контролирует, во всяком случае, силовой аппарат, настоящая, по-настоящему революции удается, вот, тогда, когда силовой аппарат тоже разлагается, силовой аппарат начинает разлагаться вслед за основной, основными общественными группами, то есть, это самые консервативные группы, там, дисциплина, так сказать, субординация, да, поэтому, в первую очередь, разлагается гражданское общество, но потом, по истечению какого-то времени, поскольку и армия, и прочие силовики, это тоже часть общества, они, они тоже постепенно начинают разлагаться, их лояльность такая рассыпается постепенно, и в какой-то момент, они, часть из них, ну, не, либо переходят на сторону восставших, такое тоже бывает, и в истории России такое было, февральская революция 1917 года победила именно благодаря переходу части Петроградского гарнизона на сторону восставших, вот, и, вот, иногда речь идет упрямо, в прямом переходе на сторону протестующих, иногда просто отходят как бы в сторону, типа, мы не полицай, народ свой, мы там бить не будем, стрелять не будем, да, и оставляют тирана наедине, так сказать, с толпой, вот, но в любом случае, какая-то форма нелояльности со стороны силовиков нужна, вот, поэтому предпосылки в виде недовольства народа, они уже созрели и даже перезрели, то есть, на самом деле, ну, поводов для недовольства масса, и люди готовы, вот, как только они почувствуют, что они безнадежны, что там, вот, самый хороший индикатор это вот разложение силового аппарата, что-то типа конфликта между, там, пригожинцами и армией, вот, тогда это прям может случиться прямо в одночасье. Спасибо большое. Уважаемый зритель, если вы еще не нажали лайк, нравится, нажмите прямо сейчас, а я продолжу, вот, эта история с борьбой с сатанизмом, борьбой с ЛГБТ, борьбой с child free, оно такое, немножко, вот, таким возвратом, каким-то к законам советского периода, опять же, там, за мужеложество, за бездетность, за тунеядство, вот, ну, и, конечно же, куда без врагов народа, значит, из школьной программы исключили учебники экономиста Липсица, значит, и в Госдуме пояснили, что это связано с иноагентством автора, а Александра Невзорова и его жену объявили экстремистским объединением и конфисковали в пользу государства их имущество, там, Дмитрия Быкова вытирают из афиш давно уже, конечно, ну, и таких примеров множество. Как это должно повлиять на массы, на людей? Во-первых, ну, проводится, на ваш взгляд, проводится ли у людей параллели вот с тем, что, ну, это же уже было 70 лет назад, вот, ну, и сейчас, в 2024 году, какую цель? Надо просто, чтобы люди заткнулись, боялись, и на кухне, опять же, пытались рассказывать анекдоты про Путина? Ну, да, цель такая, чтобы люди боялись и заткнулись, и чтобы даже анекдоты боялись рассказывать. Да, поэтому, как вот при Сталине сажали за анекдоты, то и сейчас мы движемся в этом же направлении. Сейчас, после начала войны, людей периодически, значит, сажают за частные разговоры, понимаете? То есть, не за то, что ты, вот раньше, как было, это всегда бывает при авторитаризме, ты, твое личное мнение никого не волнует, да, ты можешь внутри быть недовольным, быть оппозиционером. Главное, не транслируй свою точку зрения в паблик, в публичное пространство. Приватные твои разговоры, что ты там говоришь друзьям, на кухне, это ненаказуемо, это нас не волнует. А логика тоталитаризма, в отличие от авторитарной логики, она другая. Тоталитаризм пытается контролировать не только то, что ты говоришь публично, но и то, что ты даже думаешь. Поэтому тебя могут осудить за разговор на кухню. И в России сейчас такие дела уже появляются, уже есть приговоры, какое-то количество приговоров, когда человека сажали. В одном случае, это вообще феерическая была штука, одного мужика, прослушивали его разговор, он водителем работал в МВД, прослушивали его разговор с другом. И он там по войне прошелся, в общем дискредитировал российскую армию, как это у них так называется. Его возбудили дело и в суд. Значит, адвокат говорит, подождите, а за что его судят? Ведь у вас в статье про дискредитацию российской армии сказано, что это публичная критика. А тут же, где же публичность, он другу вдвоем, в трубку говорит, и он говорит, друг слушает. Публичности нет. И они следователи, эти там с судьями, значит, как же так, нет публичности. Телефон же стоял на прослушке, сотрудник, который прослушивал, он испытывал моральные, так сказать, страдания. Они реально представили эти самые, ну, справку, документ, написанный этим чекистом, который это прослушивал, что, дескать, ребята, значит, я, когда это слушал, я испытывал невероятные моральные страдания, так сказать, и поэтому вот пострадал. Это реальная история. Такой стресс испытывал. А? Да, да. Такой стресс испытывал, молоко за время дозавать. Что говорит, кушать не могу. Ну, мы смеемся, как-то дали там, сейчас не помню сколько, это было где-то уже больше года назад, ну, год назад, наверное, эта история. Слушайте, ну, ну, что-то несколько лет реального срока дали, то есть, не даже не условного, а реального срока, то есть, сидит человек в тюрьме, понимаете? Вот. Поэтому, ну, вот цель это заставить людей заткнуться, других просто механизмов удержать их от проявления нелояльности нет. Все, вся эта вот пропаганда, вот, это большая ошибка думать, что лояльность россиян обеспечивает пропаганду. Пропаганда, это просто дымовая завеса, которая маскирует, так сказать, работу реальных инструментов. И все, а реальный инструмент это страх. А есть ли вот пределы этому? Мы же видим яркие примеры той же Северной Кореи, где Путин был недавно, когда за Ким Чен Ыном в воду бегут, уже вода покрывает им лицо, потом они плачут, рыдают, ну, в общем, вот до такого можно вот в России довести его, чтобы плакали, рыдали и бежали за аурусом путинским? Сложно, попытаться можно, но далеко не факт, что получится, просто смотрите, принципиальная разница есть между севернокорейским социумом и российским. Ну, российский, как я уже выше сказал, он все-таки видел модерн, он прошел через, ну, традиционные вот процессы модернизации, там, через индустриализацию, урбанизацию, значит, он видел демократию, он видел высокий уровень жизни, ну, то есть он видел другую жизнь, нормальную жизнь, понимаете, а севернокорейцы, извините, но они ее вообще не видели, они все не представляют, что может быть по-другому, они жили в Средневековье, буквально, потом они жили в, значит, при, под японцами, японская оккупация, жесточайшая вообще, да, то есть, просто они были раздавлены там, и после этого такой же жестокий уже домашний режим, тоталитарный режим вот этих кимов трех уже, в трех поколениях, да, и поэтому, вот, когда ты другого не представляешь, ты лоялен, а когда ты представляешь себе, что может быть по-другому, это и есть источник нелояльности, поэтому, теоретически, они попытаться могут, ну, вернее, они движутся в этом направлении, да, но, значит, вот это ощущение, что, ну, не, ребята, ну, это что-то переборное, это ерунда, ну, нельзя так, оно же и у представителей эстеблишмента, элит, все равно в какой-то момент прорастает, ну, просто по беспределу отдать всю власть силовикам не хотят даже ковальчуки, понимаете, потому что они понимают, что если это произойдет, если реальный 37-й год придет, так в какой-то момент ими к стенке отправимся, вот, вот если, и можно извлечь какой-то урок из 37-го года, то этот урок как раз заключается в том, что нет той степени лояльности, которую, демонстрируя, которую ты мог бы гарантировать себе, что ты не падешь, не окажешься жертвой этих репрессий, вот таком, ты можешь прям с утра до вечера славить товарища Сталина, так сказать, да, увешать там все стены его портретами, вот, а потом к тебе придут чекисты и скажут, что-то ты подозрительно, значит, глотку дерешь там на митингах, так сказать, нашу пользу, да, видимо, ты скрытый враг, ты маскируешься, мы, ты думаешь, ты думал нас обмануть, нет, мы тебя, брат, выведем на чистую воду, да, и напильником по зубам, и сам во всем сознаешься, вот, сами силовые структуры, там, те, кто чуть-чуть поадекватнее, они тоже понимают, что и они, как в какой-то момент, тоже клиентами этого же конвейера окажутся, поэтому, вот, общее нежелание идти туда, оно все равно где-то там под спутным присутствует, да, и стал, и в какой-то, может быть, оно не реализуется, то есть, если все гладко пойдет, его же там вот такой будет, понимаете, Путин ведь сам колеблющийся тиран, он не, он, ну, смотрите, он 25 лет вообще-то без этого пытался править, да, он не Сталин, в нем вот этого внутреннего стержня такого, нет, он тиран, я как бы сказал бы, знаете, такой вынужденный, то есть, только в ситуации, когда другой инструментарий пропаганда перестает работать, только тогда он начинает тиранствовать, но внутреннее понимание, что это путь не туда, оно у него, ну, я не знаю, как сейчас, но до последнего времени присутствовало, и у его окружения оно присутствует, ну, конечно, какое-то количество безумцев там есть, но их точно не большинство, понимаете, и вот это, то, что называется, будет сопротивление материала, когда вот, ну, механизм, песок насыпали, да, и все шестеренки там, ну, они скрижещут, значит, вроде движутся, но скрижещут, там, ну, изнашивают механизм, вот, Путину, к счастью, уже не столько много лет, ой, не настолько мало лет, чтобы можно было там ожидать, что он еще там десятилетиями будет править, понимаете, вот уже, уже время кончается, да, ну, слушайте, он все равно лузер, он ввязался в войну, которую не может выиграть, никого не может выиграть, Украину, понимаете, они же, вы их же в собственных глазах, это же какой-то позор вообще, ну, мы помним все заявления про Киев за три дня, с чем там воевать, да, конечно, они все сейчас себя утешают, что, типа, пытаются найти объяснение, мы, дескать, воюем с целым блоком НАТО, но это же неправда, он НАТО даже полгода, оружие даже Украине, не то, что само не воюет, оружие Украине не поставлял, все же это видят, поэтому, ну, это, так сказать, ну, это ложь, люди публично с этой ложью не спорят, потому что их сажают в тюрьмы за это, понимаете, но внутреннее это понимание, что это чушь есть, и поэтому все равно вот этот имидж Путина, как там бесконечного победителя, какого-то гениального стратега политического, он очень сильно потускнел, понимаете, и поэтому вот, чтобы он вытащил Россию в Северную Корею, там был мощный социалистический проект, социализм, вот на момент, когда ты запускаешь этот проект, он обладает колоссальной силой, потому что он реально обещает равенство, это потом, спустя десятилетия выясняется, что нет никакого равенства, чушь, все это собачье, а поначалу сама-то идеология, ну вот почему она захватила мир, да, вот на уровне теории, это же гениальная придумка, вот, и поэтому Кимам, ну удалось это сделать, они пришли к северным корейцам, говорят, сейчас мы наведем, так сказать, вот стране, построим в стране, наконец, и справедливое общество, мы его никогда не видели, вот сейчас мы его построим, вот, и Сталин, и с Лениным также, да, поэтому десятилетие вот этого, значит, существования тотальтаризмов советских, социалистических, оно было в значительной степени обусловлено наличием вот этой мощной идеологии, а у Путина же никакой идеологии нет, ну какое равенство, у него бесконечно растущий уровень коррупции, и, значит, людей, вот прям социологию, посмотрите по этому поводу, и когда она появляется, тему, значит, вот этих, тему социальной несправедливости, существующих в стране отношений, несправедливости власти, там, презрения по отношению к простому человеку, вот, ну не презрения, вот, а, значит, когда вот равнодушие, там, к его нуждам, наплевательское отношение к его нуждам, понимаете, вот это все, это прям прет из людей, там, на любой фокус-группе, да и количественники, это же самое демонстрируют, понимаете, вот, поэтому все, что Путин может предложить обществу, это вот то, что он называет, если, патриотизм, но патриотизм построенный, патриотизм, понимаете, это же, это не идеология, это фикция, а настоящая идеология, та, которая, противопоставка, когда есть реальный выбор, ну, условно говоря, между капитализмом и социализмом, вот, когда люди чувствуют, что есть реальный выбор, и они выбор в одну или ту другую сторону делают, а патриотизм это ни о чем, ну, все патриоты, и Путин патриот, и Навальный патриот, никто не скажет, я не патриот, просто все по-разному представляют, как, куда должна двигаться Россия, да, так вот, куда она должна двигаться, это и есть идеология, а патриотизм, это не идеология, ну, как бы, это ни о чем, и люди это чувствуют, поэтому продать, вот, патриотизм, под которым, на самом деле, в России подразумевается, значит, вот это, антизападничество, его можно продавать, когда ты побеждаешь, а воевать без побед, терпя лишения бесконечно, да иди ты к черту, пропадает сразу, вот, вся привлекательность, вот Крым наш, это классно, да, потому что без всякой крови, так сказать, ура, взлетись, развеетись, там салюты, крымская весна, а вот нынешняя война, да, оно нам надо, так сказать, побед не видно, да, ну, за исключением взятия объекта, великое счастье, вот, а, значит, а крови сколько пролито, экономических лишений, связанных с санкциями, репрессии, связанных с войной, да, пусть оно все идет к черту, понимаете, то есть, Путину нечего предложить людям, вот, в плане идеологии, ну, поэтому, вот он без репрессии не может обойтись, поэтому репрессии постоянно и усиливают, вот, это единственное, на чем держится, так сказать, режим. Все эти традиционные ценности, в качестве идеологии, в целом, вот, ну, значит, где-то на рубеже 19-20 веков, консерватизм был полноценной идеологией, вот, но сейчас, не то время, сейчас, он был, консерватизм был идеологией против социализма, да, это была идеология богатых против социалистических реформ, вот, а сейчас, в принципе, уже найден механизм синтеза социализма с капитализмом, проще говоря, да, ну, там, условная социал-демократия, вот, в Швеции, что, капитализм или социализм, поди еще разберись, да, когда вроде капиталистическое производство, но мощное налогообложение, мощнейшие социальные траты государства, вполне себе, то есть, по последствиям, вполне себе социализм, уже там, да, равенство всеобщее, так сказать, и, и поэтому, вот, в нынешней ситуации консерватизм, ну, он уже теряет всякий смысл, он перестает, вот, играть, такую, ведь ключевая задача, которую решает любая идеология, это мобилизация, мобилизация сторонников, вот он, вот, свою мобилизационную способность, консерватизм, сейчас, утрачивает, вот, когда Путин идет, к, к народу, вот, с этими консервативными ценностями, мы только что обсуждали, child free, и все, значит, вот это, так это работает против него, это раздражает, это мобилизует не за него, а против него, понимаете, поэтому, вот, принципиально, отличие от Северной Кореи, как раз, это, это вот еще и вот это, ну, то есть, социум другой, как я сказал больше, да, и плюс, ну, идеологический кризис, идеологический коллапс практически, нельзя принимать вот этот, человекененавистнический ор, который исторгает, так сказать, Соловьев, за нормальную идеологию, нормальная идеология работает без денег, понимаете, социалистическая идея, вот она привлекательная, она должна работать бесплатно, сторонники социализма, долгие годы, десятилетия готовили революцию, шли под, шли на каторги, в некоторых случаях даже на виселице, вот, понимаете, ну, то есть, реально платили огромную цену за свои убеждения, а эти все, что, они на кремлевских зарплатах сидят, понимаете, какая там идеология?